Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем работу секции «Актуальные вопросы эндокринологии». Сегодня у нас достаточно разнообразная, я надеюсь, очень интересная программа. И открывает работу нашей секции заведующая отделением эндокринологии, доцент кафедры эндокринологии, как будто и совершенственные врачи и медленно-магиев, кандидат медицинских наук Камердус Ирина Владимировна с докладом «Гипогликемический синдром. В практике начатая медленно-магиев». Уважаемые коллеги, добрый день! И мы сегодня поговорим о гипогликемическом синдроме. Что это вообще такое? Гипогликемический синдром – это симптомопомплекс, который развивается вследствие дисбаланса в системе поддержания уровня глюкозы крови с развитием гипогликемии, то есть снижением уровня гликемии ниже 2,2-2,5 мл на литр и купирующимся введением глюкозы. При этом надо помнить, что порог гипогликемии, тех симптомов, которые возникают при гипогликемии, у каждого человека он может быть индивидуальным. И в среднем это ниже 3 мл на литр. Но у молодых женщин, у детей порог гипогликемии, он гораздо ниже. Он может быть ниже 2,5 мл на литр. И в то же время, если человек голодает, там, сутки-твое, уровень гликемии будет снижаться, но симптомов гипогликемии, гипогликемии, нейрофитокении может не быть. Гипогликемический синдром состоит как бы из двух составляющих. Первое – это адренергические, и второе – это нейрофитокенические симптомы. Они немножко различаются, и важно помнить, что если имеет место эндогенный гипернациализм, то есть мусульминома, то основным будут нейрофитокенические симптомы, это очень важно. То есть будет спутанность сознания, будет агрессивность поведения, будет головная боль и так далее. И тогда мы можем говорить о том, что, скорее всего, здесь имеет место эндогенный гиперинсулинизм. На самом деле причин гипогликемии у взрослых в весах диабета очень много. И это не обязательно органический гиперинсулинизм, не обязательно этого гиперинсулинова, это может быть ряд других заболеваний. В частности, это может быть рак. Любой рак – это ловушка глюкозы, и, соответственно, он может приводить к тому, что уровень гликемии будет резко снижаться. Очень редкое состояние – это аутоиммунная гипогликемия. Когда имеются антитела инсулину, когда имеются антитела к рецепторам инсулина, это тоже может приводить к гипогликемическим состояниям. Ряд эндогринных заболеваний может проявляться симптомы гипогликемии, но, как правило, это пиохимическая гипогликемия. Они встречаются при первичной и вторичной обочине по недостаточности, при пангипетеризме и так далее. И сейчас очень много пациентов, проапелированных по поводу ожирения, и вот эти операции, особенно это ПУРУ, могут приводить к донам гипогликемии. Полиорганная недостаточность, тяжелые заболевания печени, ХГП, сердечная недостаточность тоже могут приводить к гипогликемиям, и в том числе прием ряда препаратов тоже могут сопровождаться гипогликемическими состояниями. Очень часто причиной гипогликемии у пациентов без диабета может являться самостоятельный прием препаратов. У нас были пациенты, которые, не говоря врачу, вводят по каким-то своим соображениям либо инсулин, либо сахароснижающий препарат, и поэтому во всех рекомендациях, когда мы изучаем инсулинон, по правилам мы должны взять суточную мочу на суточную мочевину. Ну и от других алкоголь, то есть алкоголизм, он приводит к тому, что уровень гипогликемии тоже может снижаться, а вот с остальными два пункта, это, как правило, состояние заболевания, которые встречаются новорожденных и уже на этом моменте выявляются. Мы же поговорим об инсулиноме. Это редкая нейроэндокринная опухоль, которая секретирует инсулин. Но среди всех нейроэндокринных функционирующих опухолей она является, может быть, самой распространенной. Частота выявления в среднем 1-3 случая на 1 миллион населения в год и на долю инсулином поджелудочной железы приходится где-то от 15 до 70% случаев. И в большинстве случаев инсулином мы выявляем именно в поджелудочной железе. Как правило, это опухоль в среднем около до 1,5 см в диаметре. Возраст пациентов от 45 до 55 лет. Вот это возраст, когда наиболее часто выявляется инсулинома. Инсулином еще называют 10% опухолью. Почему? Потому что в 10% случаев это наследственное заболевание, в 90% случаев спородическое. В 10% случаев она имеет множественную локализацию. То есть поджелудочная железе, но это не одна опухоль, а имеется одна большая и множество мелких опухолей. В 90% салитарная. В 10% случаев это опухоль злотачественная, с признатым инвазией метастазов. И в менее 10% случаев с злотачественными инсулиномами имеет метастазы в печени. И тогда прогноз крайне неблагоприятный. В менее 10% случаев инсулином большого размера, то есть могут не скидать в 10 см и метрах и более. Клинические признаки инсулиномы, они складываются из тех симптомов, которые мы с вами рассмотрели. Это адренергических и нейроприкопенических. И сочетание вот этих симптомов может быть различным. В начале проявления имеют интермитирующий характер. И они могут проявляться раз в месяц, могут даже реже. Но в дальнейшем гипогликемические состояния появляются ежедневно. И промежутки между приемами пищи сокращаются до 2-3 часов. И в связи с тем, что пациент должен постоянно принимать пищу, чтобы не было этих симптомов гипогликемии, это заболевание будет сопровождаться увеличением массы тела. В среднем считается, что несмотря на то, что есть симптомы, но вначале они будут очень такими неспецифическими, редкими, то вот от момента появления симптомов до установления диагноза может пройти около 3-х лет. А в течение первого года заболевание диагностируется менее чем у 10% пациентов. Очень важно от диагностики инсулиномы не только знать гипогликемии, потому что иногда мы видим в биохимическом анализе крови случайно выявляется уровень гликемии 2,6. На это надо обратить внимание, но надо помнить, что очень важно наличие так называемой периоды уикла. Что это такое? Это наличие симптомов гипогликемии, то есть клинических проявлений, это диагностированный низкий уровень гликемии, причем это взят не гликометром, может быть, анализ, а в биохимическом анализе крови. И вот эти симптомы должны купироваться введением глюкозы. Это называется триада викла. Это надо запомнить, потому что дальше, когда мы будем говорить о диагностике инсулиномы, то вот эта именно триада, она является самоположающей диагностике инсулиномы. Итак, у нас три этапа диагностики. Первое, это надо тщательно собрать анамнез, потому что снижение гликемии мы видели, что наблюдается в разных ситуациях. Надо понимать, какие препараты пациент принимает, есть ли у него онкологические заболевания, как он имеет такие отношения с алкоголем. Второе, это проведение проб с голоданием, и третье, это визуализирующий метод для исследования. Проба с голоданием, я не буду останавливаться, как она проводится, это можно прочесть. Суть в том, что при голодании она обычно проходит в течение 72 часов, но если у пациента есть органический гиперинсулинизм, то есть если имеется инсулинома, то, как правило, гиперликемия случается в первые 24 часа. Когда человек голодает, то если он здоров, то у него снижается уровень гликемии, но при этом параллельно будет снижаться уровень цепептида и инсулина. Если имеет место инсулинома или инсидиоглостос, то при снижении уровня гликемии не происходит подавления секреции инсулина, цепептида и протисулина, и поэтому развивается гиперликемия. И на этом основана диагностика. Еще для диагностики применяется индекс инсулино-глюкоза, но в настоящее время считается, что он нам не сильно помогает, поэтому для нас важно знать абсолютное значение гликемии, уровня цепептида, инсулина, выжилать на проинсулина. Здесь я хотела вам показать, как должно быть обследовано и какие обследования должны быть приведены у пациентов при подозрении на инсулинову. К сожалению, у меня нет указки, но здесь два пациента. Оба пациента к нам поступали с подозрением на инсулинову с подтвержденным снижением уровня гликемии. И вот вы видите пациентка А, первая пациентка. Мы планировали проводить ей пробу. Пробу мы проводим, начиная вот последнее, вот начало пробы, это ужин. Пациент по ужину, больше он не ест. И с этого момента мы отсчитываем 72 часа. Пациентка по ужину и утром уже, у нее развился сопо. То есть имеются симптомы нейрогликотемии. В этот момент мы берем инсулин, цепептид, гликемия. И мы видим, что уровень гликемии достигает гипогликемических значений, то есть ниже 2,2 мл. Инсулин и цепептид должны снизиться. Но мы видим здесь неконтролированная гиперсекреция инсулина, цепептида. То есть они выше нормальных значений. То есть мы видим симптомы гипогликемии, мы видим подтвержденную пиохимическую гипогликемию. И пациентка пришла в сознание после введения 40 мл. 40% раскола глюкозы. То есть ряда выпла есть. И от подавления секреции инсулина, цепептида здесь инсулинова. Пациентка вторая, 37 лет, тоже поступила к нам с гликемией 2,5. Но здесь мы видим, что в течение 72 часов самый низкий уровень глюкозы 2,6. И посмотрите, какое отличие инсулин и цепептид ниже нижней границы нормы. И чем дальше, тем ниже уровень гликемии. То есть это нормальная реакция инсулина поджелудочной железы на снижение гликемии. Далее мы должны провести визуализирующие методы исследования, когда мы подтвердили, что нет подавления цепептида. И здесь основным является МСКТ. Он наиболее простой метод в настоящее время и наиболее достоверный. Но есть еще много вариантов. Лечение в основном это хирургическое. То есть надо удалить. Есть консервативное лечение. Оно в дополнении всегда идет к хирургическому лечению. Здесь нас как эндокринологов интересуют аналоги самодостатина. Все остальное назначают химиотерапевты. И могут быть для других видов лечения. Но в основном это хирургическое и аналоги самодостатина. Дальше. Что мы можем сделать для купирования гипогликемии? Первое. Рекомендовать частое отрубное питание. Причем не должно быть быстро усваиваемых углеводов. Это должны быть медленно усваиваемые углеводы. Внутривенное введение глюкозы, если пациент находится в сопоре и не может себя обслуживать. Следующее. Это делается ксид. Четвертый пункт. Это ингибитором туркиназы. Это больше назначается при злотачественных мусульномах. И это назначают антологи. Возможно назначение глюкопартикоидов. И их эффект, он связан с контринсулиновым действием. И аналоги самодостатина, в частности, для креатива ДПО, могут вполне применяться у пациентов с инсулиномой. Мы знаем этот препарат. 10-20-30 мг. Как правило, для наших целей назначается 10-20 мг. Это наши данные. Просто, чтобы вы понимали, что снижение глюкемии, оно не всегда связано с инсулиномой. И вот из 32 больных, это данные за 3 года, это наши старые данные, но тем не менее, просто посмотрели, за 3 года 32 больных было с направлением глюкемии за глюкемией. Инсулинома подтвердилось только у 18 больных. А у 15-х были причёночные недостаточности, активная гипогликемия и так далее. Таким образом, наиболее частой причиной вообще гипогликемии является передозировка препаратов сахароснижающих у пациентов с сахарным диабетом. Если же диабета у пациента нет, то это достаточно редкое явление. Гипогликемия иногда выявляется случайно в биохимическом анализе крови, и тогда это в любом случае требует обследования, но, возможно, здесь неправильный забор произошёл в крови. И тогда надо повторить исследования. Для этого должны быть проверки специально содержащие гибета глюколиза, и сразу же должно быть проведено обследование. Если глюкометром это определилось снижение уровня гликемии и не было никаких симптомов, то можно посмотреть биохимические анализы, дальше, скорее всего, не будет требовать какого-то лечения. Достоверным в диагностике инсулинома является определение инсулина-цепептида в момент гипогликемии. Это очень важно, потому что очень часто мы видим, что берётся инсулин-цепептид-глюкоза, глюкоза 5, инсулин высокий, цепептид высокий, и направляет к нам с диагнозом инсулинома, а хотя это получается инсулинорезистентность. Поэтому очень важно именно исследование инсулина-цепептида в момент гипогликемии. Уважаемые коллеги, благодарю за внимание вас. Уважаемые коллеги, есть вопросы к Ирине Владимировне? Есть из чата. Есть вопрос из чата. Добрый день, Ирина Владимировна. Скажите, пожалуйста, какие маркёры более достоверны для диагностики НЕО? Спасибо. Да, к НЕО относится очень много опухолей. Формально сюда относятся опухоли гипофиза, феохромоцитому, медалярный рак щитовидной железы, бронхолёгочная НЕО науклазии и так далее. И есть маркёры общие, и есть маркёры специфические. Общим маркёром НЕО является хромогранин А. И это основной маркёр, который мы должны смотреть всегда, если мы диагностировали НЕО. НЕО мы можем диагностировать любой практически полит в ЖКТ в большинстве случаев, то есть удаляемо случайно. Поэтому основное это исследование уровня хромогранина А, но надо понимать, что мы не можем в скринингах, допустим, всем нам взять хромогранин А, посмотрите, у кого он повыше, значит, надо искать опухоль. К сожалению, он так не работает. И на него влияет также очень много параметров. Поэтому сначала мы выявляем опухоль по каким-то причинам. Либо это функционально активно, и тогда мы увидим симптомы. И если это не функционально активно, то, как правило, имеются какие-то другие симптомы, связанные с рюкростом опухоли. Это может быть боль в животе, но часто адекции по нейроэндокринным опухолям, и потом более подробно будем говорить об этом. Ну, общий маркор – это хромогранин А. Если имеются симптомы карциноидного синдрома, то это серотонин и 5-оксиндолуоксистная кислота. Если это функционально активно опухоли, то, как правило, это гормональные гиперапсельные должны быть проведены. Спасибо, Ирина Владимировна. Больше вопросов я так понимаю. Тогда мы переходим к следующему докладу. В практике врача-терапевта, естественно, очень часто встречается артериальная гипертензия, и, соответственно, причина этой артериальной гипертензии может быть не только социальная, но еще и эндокриногенеза. Собственно, вторичная артериальная гипертензия в рамках эндокринной патологии расскажет Матренко Анна Юрьевна, научный сотрудник отделения неэндокринных заболеваний по пункту совершенства врачей Буслово, Манеки и Милландовского. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы сегодня как раз запомнить эту очень важную тему, потому что артериальная гипертензия в настоящий момент является насущей проблемы, и распространенность в большей популяции она составляет где-то 45%. Из них диапетическая и термичная артериальная гипертензия составляет около 85%, вторичная занимает примерно 1 треть, это от 15 до 25%. Из всех вторичных артериальная гипертензия эндокриногенеза составляет от 3 до 5%, занимает второе место среди всех вторичных причин артериальной гипертензии. Касательные именно эндокринные гипертензии можно разделить по органам. Это поражение надпочников, там мы оцениваем поражение именно коры надпочников или муслового слоя, также поражение щитовидной железы и околощитовидной железы, поражение гипофиза. Что касательно поражения надпочников и именно коры, там у нас могут быть два века гиперпродукции, это гиперсекреция минералокартикоидов и гиперсекреция минералокартикоидов называется гиперальдисторонизм. Основное место занимает именно первичный гиперальдисторонизм, причиной которого могут быть 60% из случаев это двухсторонняя гипоплазина от поражения от 30, это альдисторон, кондуцирующий аденомы или синдром ООНа. Также могут быть наследственные формы, где-то от 5 до 10%. И в редких случаях первичный гиперальдисторонизм может быть либо односторонняя гиперплазия, либо это может быть в виде гормонально активного именно адреналокартикального рака. Среди секреций гипер... портикостероидов это чаще всего именно синдром Пушинга или портикостероидов. Первичный гиперальдисторонизм он среди всех вторичных причин занимает примерно 96%. Гипокалемия при этом выявляется лишь у 41% пациентов. Распространенность первичного гиперальдисторонизма в больных с умеренной или выраженной артериальной гипертензией без гипокалемии оценивается в 3%. У больных с резистентной артериальной гипертензией колеблется от 11% до 23% в разных источниках. У больных с институтомами надпочечников и артериальной гипертензией показаны не более 2%. В 16% первичный гиперальдисторонизм диагностирует кардио- и терапевискулярные сопутствующие измерения. Хотела немного сказать по поводу наследственных синдромов, точнее семейных форм, первичного гиперальдисторонизма, потому что их есть несколько видов. Зачастую самые часто встречаемые первого и второго типа, и, как правило, поражают именно молодую часть населения, пациенты с ранней, семейной и тяжелой гипертензией. Сейчас очень, мне кажется, часто к врачам и терапевтам в общей практике эндокринолога приходят молодые люди, которые после, скажем так, при прохождении скрининга по поводу армии, у них появляется артериальная гипертензия. Так как кому же нужно проводить скрининг первичного гиперальдисторонизма? Это пациенты с резистентной артериальной гипертензией, это пациенты с гипоколемией, это пациенты с артериальной гипертензией с удержанным семейным анамнезом, и пациенты с артериальной гипертензией и инциденталомы на коже. Какая будет диагностика данного заболевания? В настоящий момент, по новым клиническим рекомендациям по гиперальдисторонизму 21 года, выявили такой уровень артериальной гипертензией, то есть по которому мы говорим, что действительно гиперальдисторонизм есть, это более кистинограммодецелитр, при других, единственное измерение, это будет другие цифры соответственно, активность реминоплазмой будет менее одного, или прямая концентрация ремина, она будет ниже рейтензии с подозначений. По данным этих рекомендаций, в настоящий момент гиперальдисторон-реминного соотношения смотреть нецелесообразно, ввиду частых, ложноположительных результатов. Для проведения данной диагностики рекомендовано все же отменять препараты, которые могут влиять на ложноположительные результаты. На предыдущем слайде они были, но также на самом деле можно подробно ознакомиться с первичными препаратами в этих клинических рекомендациях, они есть в общем доступе. Вот основные, наверное, это предприбытиуретики, гипитеры АПФ и блокаторы рецептов англитензина-2. Они дают часто ложноположительные результаты. Тут также я указала на этом в следующем слайде препараты, которые могут влиять и как они влияют на тот или иной показатель. Также можно подробно ознакомиться на сайте рекомендации. Теперь поговорим немножко подробнее по поводу гиперпродукции именно катихоламинов. АПФ может быть два таких клинических проявления, точнее, может быть два заболевания, которые будут в гиперпродукции. Это фиохромоцитомы, парагонглиомы. Фиохромоцитомы являются опухолюниры, этапины опухоли, муслового слоя надпочников, которые продуцируют катихоламины, такие как адреналин, адреналин и дофамин. Парагонглиомы – это опухоль, состоящий из вне надпочинного хромофиля в ткани, симптоматический парагонтролитат. В 85% это все-таки у нас различаются больше фиохромоцитомы, чем парагонглиомы. Зачастую это заболевание является причиной заболевания именно семейного и наследственного характера в одном из трех процентов случаев. Соответственно, это может навходить в синдромы множественных эндокриномиоплазий, нейрофиброматоз первого типа болезни гипералиндау и связанная с мутацией субсидата гиперпеназы. Также чаще всего это спорадические односторонние фиохромоцитомы. Распространенность фиохромоцитомы парагонглиом среди пациентов гипертензии составляет от 0 до 0,6%. В 15% фиохромоцитомы не проявляется никакой химической симптоматики. Они такие будут немые. У 50% пациентов парагсизмальная артериальная гипертензия получается. Большинство пациентов имеют специфические признаки заболевания, таких как головные боли, эпизоды тревоги, паника, чеченое сердцебиение и пропозное под отделение. Также мы можем выделить триаду, какое-то головное боле, чеченое сердцебиение и пропозное под отделение. Это более чувствительное и специфичное для данных опыков. Диагностика в этом плане очень важна и здесь необходимо четко соблюдать некоторым требованиям и правилам, потому что если мы смотрим к суточному мочу, то должны быть обязательно функционированные метонефрины и они должны обязательно сдаваться с консервантами, лимонной или соляной кислотой, потому что они скрепляют эти половины мочи и они сохраняются в течение суток. Свободные метонефрины, плазмы крови это тоже достаточно хороший метод обследования, единственная его проблема в том, что пациент должен находиться в процентальном положении достаточно длительное время, а как правило пациент просто не имеет такого времени, поэтому лучше сдавать именно суточную мочу. также также можно дополнить данные обследования это хромограмминалка, ранее сказал Элина Владимировна, что он тоже имеет большую спецпечность, но есть некие определенные моменты, нюансы в плане его сдачи. Вот здесь в таблице указаны перечень препаратов, влияющие на показательные методонетлины плазмы и мочи. То есть когда пациент сдает эти анализы, необходимо обязательно убедиться, что он в настоящий момент не принимает данные препараты, чтобы не было у нас сложных положительных результатов. Данные лекарственные средства, они способны вызвать эпизод артериального давления, повышения и тихикартию пациентов. Поэтому их тоже необходимо понимать, что конкретно пациент в данный момент получает, для того, чтобы дальше проводить диагностику. Какая будет дальнейшая инструментальная диагностика? Сейчас это очень насущная проблема в плане того, что пациенты с коронавирусной инфекцией в настоящий момент проходят практически все именно КТ-исследования, где выявляют достаточно большое количество инститалон надпочников. И тут очень важно обратить внимание на нативную плотность. Нативная плотность это то, что мы видим до введения контрастного вещества. При феокромоцитомах и парагомоцитомах мы будем видеть высокую нативную плотность. Это будет означать, что это уносится козлокачественный КТ-фенотип, после чего действительно в этом случае пациенту необходимо консультации. Минолога обязательно для дальнейшей поиски диагностики. МРТ в этом случае тоже хороший метод исследования, но КТ нам даст больше данных, потому что также мы можем делать контрастирование, смотреть, насколько данное образование хорошо умывает контрастный препарат. Дальше есть уже специфические методы диагностики для данных опухоледоскатографии с методом бензинбуланидином и также ПКТ с различными контрастными веществами. Методом выбора лечения является хирургический метод, но обязательно таких пациентов нужно подготовить при операционной подготовке в течение 1-2 недель зависимостью от клинических проявлений и препаратом выбора является доксозадин альфа-трядом лакарин. Дальше мы перейдем к гиперкортицизму. Если смотреть в рамках именно надпочеков, то это синдром отянга Кушинга, если смотреть по заболеваниям гипофиза, то это у нас называется болезнь отянга Кушинга. Здесь что мы встречаем в пациентах артериальных претензий, фибрилляцию предсердия, экстрасистолия и сердечную недостаточность. Таких пациентов они могут длительное время к сожалению уходить без основного диагноза, потому что они как правило имеют такие не всегда специфические клинические проявления, такие как выживления, они могут иметь сахарный диабет, артериальную гипертензию, только потом, когда уже все зайдет достаточно далеко, они могут выглядеть так, как у меня представлены на картинке, иметь такие красные стрия, поэтому очень важно если любить такого пациента, обратить на него внимание и отправить гипертензию. Здесь немножко по системам пациент с гиперкартицизмом может выглядеть именно вот так специфично, у него маленькие худенькие ножки и ручки, у него центральный тип ожирения, могут быть выраженные семяки различного расположения, поэтому это очень наглядный пример такого пациента. Какая тактика диагностики будет именно гиперкартицизмом? Первое, что мы должны сделать, это исключить эльзогенный прием глюкокортикостероидов. Дальше должны быть уже подтверждающие подтверждение эндорегеновое гиперкартицизмом и дифференциальная диагностика это дальше уже проводить. Диагностические тесты первой линии это может быть определение уровня свободного кортизола в слюне собранных 23 часа и последующей сдачей соответственно к слюне к утрам. Определение уровня свободного кортизола в моче отражает суточную секрецию кортизола и проведение малой дексаметазонной пробки с 1 мг дексаметазона принятых 23 часа вечера и сдачей последующего анализа кортизола с утра где-то в районе 8 утра. Подтверждающий гиперкартицизм необходимо провести два обследования можно одно из этих также причиной артериальной гипертензии могут служить снижение в амнижковидной железы такие как тиреотоксикоз и гипотиреоз что касательно тиреотоксикоза там преимущественно систолического характера артериальной гипертензии при гипотиреозе насыщенного диастолического пульта и пульсовое давление будет снижено тиреотоксикоз также может сопровождаться фибрилляцией при сиате предлительной течении самого заболевания у них выраженная тахикардия может быть нарушение функции щитовидной железы мы оцениваем путем лабораторной диагностики это она настроена на ТТГ это 4 свободы это 3 свободных пульти в токсикозе также мы можем посмотреть инститилар ТТТ инструментальные методы обследования это УЗИ щитовидной железы при необходимости сцитография с лечения лечение будет зависимостью от либо гиперфункции либо излишенной функции это тиреостатическая терапия при тиреотексикозе при эффективности тиреостатической терапии это будет радиотерапия или тиреотектомия это все лечения при гипотиреозе это будут препараты заместительной терапии леотеракцина немного пару слов про около щитовидные железы именно гиперфункции в гиперфункции примерно в 40% случаев для коррекции артериального давления может потребоваться многокомпонентная антигиперфунктивная терапия и уже после партииотекомии возможно уменьшение количества дозы гиперфунктивных препаратов или вообще их отмены в случае исчезновения артериальной гиперфункции и также первичный гиперфунктивный может входить в множество эндокринной амплазии причиной которой могут быть другие заболевания связанные с этапом еще пару слов хотелось бы сказать по поводу алклимегалии это тяжелые эндокринные заболевания которые обусловлены хронической гиперпродукцией гормоновоста эти пациенты как правило их видно когда они заходят прямо в кабинет врача у таких пациентов очень часто развивается артериальная гипертензия до 50% еще может быть чаще у них измененные КГ до 80% кардиомиопатия развивается в общем здесь тоже так же как и с гиперпродицизмом главное не пропустить этого пациента потому что можно не увидеть основное заболевание или длительное время другое вот здесь мы можем видеть наглядно как пациент выглядит при этом заболевании у него увеличивается дистальный отдел конечностей происходит углубление чах лица у него может быть нарушение если это женщина это нарушение менструального цикла сниженная либидо артерпатия потом так же у них зачастую развивается нарушение приводного обмена ввода сахарного диабета часто они страдают также у них может быть синдром начального сна и различные другие заболевания после оживления и шимическая болезнь сердца часто поражает диагностика данного заболевания необходимо исследовать уровень тюремоподобного фактора роста дальше уже проводится уточняющий метод это анализ уровня гормонов розыск в рамках раннего гипостер-иантового теста или степенадир в пяти точках мы смотрим самокротный гормон и если в одной из точек у нас больше чем один гипостер-иантовый милитр то мы знаем диагноз дальше это уже визуализационные методы обследования такие как МРТ гипофиза с контрастным учрением и в дальнейшем хирургическом освещении Спасибо, Анна Юрьевна Вопросы есть? Нет На сайте тоже у нас нет вопросов Спасибо, Анна Юрьевна Мы продолжаем нашу секцию и мне бы хотелось заметить что в практике врача-терапевта очень часто встречаются пациенты с избыточным весом или с ожирением и эта проблема встречается не только при терапии вообще это наша современная скажем так проблема вот об этом расскажет руководитель отделения нейроэндокринологии врача-терапевт знаем что это не просто избыток жировой ткани в этом избытке жировой ткани происходят различные эндокринологические эммологические метаболические процессы которые приводят к многочисленной симптоматике поэтому ожирение рассматривается как многокомпонентное хроническое заболевание увлекающее патологические процессы эндокринную иммунную систему организма если мы посмотрим на МРТ женщины с ожирением и женщины с нормальной массой тела мы сразу можем увидеть достаточно большое количество отличий и даже когда речь идет о метаболически здоровом якобы ожирении то все равно вот этот груз огромного количества висцерального жира и избытка подхожной жировой клетчатки все равно есть в организме и это сопровождается висцеропатиями и сосудистыми нарушениями но такие пациенты например не страдают дискепитамии и сахарным диабетом но чаще всего конечно мы видим что изменение парфологии адипоцитов когда идет увеличение их в объеме и изменение их количества и соответственно это сопровождается определенными иммунологическими изменениями которые переводят состояние макрофагов находящихся в жировой ткани из состояния антивоспаления как бы в состоянии провоспаления и все это приводит к тому что липоциты они теряют способность концентрировать в себе быть депо свободных жирных кислот которые собственно говоря являются нашим энергетическим неким запасом и соответственно они меняют и метаболизм репидов и чувствительность к инсулинам и все это приводит к тому что свободные жирные кислоты с одной стороны уступляются в кровоток а с другой стороны огромное количество воспалительных агипоцитокинов интегрируют и пригнируют жировую ткань и вызывают гормональные и метаболические нарушения когда мы говорим об избытке жировой ткани мы должны помнить о том что избыток жировой ткани может сопровождать различные заболевания и как сейчас вот Анна Юрьевна говорила о том что в виде артериальную гипертензию мы должны думать о том что не является ли она вторичной по отношению к другим заболеваниям точно так же мы должны думать и про ожирение потому что если мы видим сердечный гипотириоз гиперпромакцинобин гиперкортицизм у мужчин это может быть гипогонатизм у женщин это чаще проявляется в виде синдрома хорикистотных яичников то безусловно такие все эти причины они помешают пациентке благополучно снижать массу тела поэтому прежде чем выстраивать программу снижения массы тела мы безусловно должны исключить эндокринные причины спросить анамнез исключить препараты которые ведут к прибавке массы тела ну и в том числе исключить органические процессы или генетические дефекты к счастью чаще всего все-таки это либо истинное ожирение либо ожирение ассоциированное с эндокринными заболеваниями и поэтому безусловно когда мы видим пациентку с ожирением на приеме врача опять-таки это не ситуация с 10 минут это должен быть достаточно долгий разговор и конечно возможность скажем применения школ ожирения она является насущной необходимостью не как бы неким желанием а это действительно необходимо с такими пациентками работать и мы обращаем внимание на и жалобы не только на жалобы но и цель визита потому что пациент к сожалению может поставить перед нами совсем другую цель не похудеть мы должны учитывать анамнез спрашивать про питание физическую активность сопутствующие заболевания и вот пример мы видим молодая пациента 28 лет индекс массы тела 33,5 уже и она собственно говоря не хочет похудеть она пришла с вопросом как бы ей забеременеть и прислала ее к эндокриному гинеколог для того чтобы как раз исключить вторичное ожирение она у нее говорит о том что у нее в семье все полные она худеть не пыталась и такая масса тела у нее последние 8 лет и мы видим что суточная калорийность у нее достаточно высокая физическая активность низкая и соответственно наследственный сахарный диабет второго типа у мамы и у бабушки и уже если мы даже не увидим дополнительных причин для ожирения и мы естественно из-за анамнеза предполагаем что это так называемое элементарно конституциональное но тем не менее уже мы видим у нее высокий риск осложнения ожирения такого как сахарный диабет второго типа еще одна женщина достаточно то есть мы обсуждаем тактику ведения пациента следующий еще одна женщина следующий слайд какой у нас почему ей важно худеть да все правильно я в следующем поставьте пожалуйста почему ей важно худеть потому что на самом деле мы знаем что ожирение худущей матери ассоциировано с большими осложнениями беременности и родов материнская смертность она ассоциирована с повышением индекса массы тела матери повышается риск материнской смертности осложнения во время беременности они тоже ассоциированы с ожирением в первую очередь гестационной диабет и кладбистии при эклопсии и демотальная заболеваемость и смертность то есть ожирение у молодой женщины это фактор риска и для нее во время беременности и для ребеночка и поэтому конечно мало того что она забеременеть не может забеременеть это одна беда а еще же надо выносить ребеночка родить здорового и воспитать его потом тоже в общем-то здоровой маме в этой ситуации мы должны помнить о том что все международные рекомендации они говорят о том что женщинам с цифрой массы больше 30 необходимо снизить вес если они планируют беременность поэтому вот в этой ситуации хотя пациентка пришла к нам с другим проблемой мы обязательно должны ее мотивировать планировать снижение массы тела если мы вспомним про те причины конечно пожирения которые могут быть конечно мы должны обязательно у нее исключить гиперличный гипотериоз и гиперпроакцинемия и гиперкортицизм на самом деле гиперкортицизм не так хорошо узнается и к счастью не так он не полнит комплект всех тяжелых симптомов мы можем увидеть у одной пациентки поэтому мы тоже должны об этом думать особенно в молодом возрасте особенно если есть симптомы гипогонадизма но и сентратор коридористозных яичников тоже в этой ситуации мы должны исключать еще одна ситуация достаточно типичная это пациентка которая вступила в перимен ползание период у нее 2 года нет менструации в тот момент когда у нее уже она подходила к возрасту менопаузы она стала немного прибавлять весе 2 года назад у нее менопауза наступила прекратимость менструации после этого она получила прибавила еще 15 килограмм и она в общем-то ведет себя абсолютно так как она делала это до этого она в общем-то нормально питалась у нее есть некая физическая активность тоже достаточно низкая по нашим меркам но она тем не менее гораздо больше чем у предыдущей пациентки она всегда эта пациентка всегда была в нормальной массе тела и вдруг она не может потренировать свою массу тела и это действительно проблема постменопаузы потому что в этой ситуации тем более у пациентки есть симптомы клеематрического синдрома и ей встает вопрос уводных значений именно кузами гермональной терапии и мы будем бояться и многие доктора будут бояться будут бояться что у нее на этом фоне прибавится масса тела масса тела не прибавится но мы должны помнить о том что пациентки которые имеют прибавку масса тела они хуже переносят венопаузу и вероятность заречных приливов увеличивается пропорциональное увеличение доли жировой массы тела по данным крупного гипотезинологического исследования и пациентки которые отмечают прибавку массы тела в переменопаузе чаще отмечают экологические симптомы и в этой ситуации безусловно гипогенодизм он будет такой физиологической основой прибавки массы тела заместительная гормональная терапия не приводит к прибавке массы тела дополнительной но заместительная гормональная терапия не гарантирует и снижение массы тела поэтому в данном конкретном случае следующий слайд нам придется и назначать гормональную терапию и дуть по фармакотерапии ожирения или по крайней мере мереопрограмме снижения массы тела. И в этой ситуации мне бы хотелось напомнить, что показания к фармакотерапии ожирения – это индекс массы тела больше 30 или индекс массы тела больше 27 дополнительных факторов риска, такие как абдоминальное ожирение, наследственные методы расположены к сахарному диабету, второго типа сердечно-сосудистым заболеваниям – высокий риск и наличие факторов риска других ассоциированных с ожирением заболеваний – достаточно большой список. Поэтому безусловно, вот индекс массы тела больше 30, уже мы должны включать программу массы тела, помимо того, что мы говорим о модификации образа жизни, снижении калорийности питания, не имеет большой, не имеет, скажем, большой выхлоп, если мы снижим калорийность питания, снизим калорийность питания больше, чем до 500 ккал. Урезать на 1000 ккал не имеет смысла, это не повысит эффективность нашего лечения. А вот усиление физических нагрузок, это включение фармакотерапии, это является очень важными такими аспектами, тем более, что модификация образа жизни – это нечто что-то такое сложное, когда мы даем еще и дополнительную таблеточку, это модифицирует, как бы мотивирует пациента и к более серьезным выполнениям других наших рекомендаций. физическая нагрузка – это очень важно, это увеличение скорости основного обмена, это расход преимущественно жировой и мышечной ткани, но это тоже нужно понимать, что на самом деле физическая нагрузка ускоряет обмен веществ, улучшает его, но даже достаточно большой расход энергии не будет приводить к снижению массы тела. Следующий. Какие варианты фармакотерапии при ожирении у нас есть? Это препараты, препятствующие абсурбции, ликокристаллическая целлюлоза, различные смолы, ингибиторы, лифазы. Это препараты, которые обладают амороксогенным действием. У нас их два – сибутрамин, которые входят в состав отечественных препаратов линейки редуксин и, соответственно, агонисты, какого-подобного аппетита первого типа. Метформин – любимый нам препарат, безусловно, который улучшает чувствительность консулина сам по себе в качестве монотерапии. Он не обладает свойством снижать массу тела, поэтому он является только дополнением в программе снижения массы тела с точки зрения улучшения чувствительности консулина. И вовсе бутрамин – препарат, который, в общем-то, был, как и многие другие препараты, как и метфопин, в свое время незаслуженно обижен во всем мире. Надо сказать, что это препарат из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, и он обладает двойным таким действием в отношении серотонина и норадреналина. И, с одной стороны, ускоряет чувство насыщения, с другой стороны, усиливает термогенез. Следующий слайд. И поэтому обладает эффективностью снижения массы тела. Мы знаем его эффективность при седроме поликисловных яичников, то есть у пациентов молодого возраста, причем мы видим здесь комбинацию именно с бутрамином с метфомином. И эта комбинация гораздо более эффективна и в плане снижения массы тела, и уменьшения объема яичников, и объема талии по сравнению только с метфомином. Следующий слайд. И, соответственно, есть очень большая доказательная база в отношении пациентов в постменопаузе. Очень мощное исследование Примавера, которое проводилось, и вы видите, что снижение массы тела больше, чем на 10% было отмечено до 90% пациентов, 54% пациентов снижили массу тела от 10 до 20% и почти 40% индексирования. Масса тела снижилась больше, чем на 20%, и это сопровождалось положительными изменениями сердечно-сосудистых показателей. Поэтому этот препарат, секутрамин, в сочетании с метфомином, он имеет очень хорошую доказательную базу. И ожирение, мы должны понимать, что все-таки это ожирение, это болезнь, поэтому она требует терапевтического нашего вмешательства. Превышение индекса массы тела больше 25%. В любой жизненный период требует активного вмешательства по модификации образа жизни. И если этот индекс массы тела больше 27 или 30, необходимо назначать в формах терапии ожирения. Мне очень приятно, что в сложившись в условиях препарат ревуксин форта, во-первых, является отечественным препаратом, во-вторых, имеет очень мощную доказательную базу, и в-третьих, это препарат, который содержит фиксированную комбинацию, то есть это одна таблетка, это помогает нашим пациентам повысить приверженность к лечению, ему не нужно две таблетки обновременно обладать, и сочетание сибутрамина в комбинации с метформином имеет показания к применению ожирения. То есть вот эта добавка метформина, она помогает в том числе не ждать, пока разогнется сахарный диабет для назначения, а мы можем сразу назначать редуксию форта пациента до лечения ожирения, когда требуется врача. Программа «Свяжение массы тела». Уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо, Ирина Адольфовна. Есть какие-то вопросы, коллеги? Есть вопросы на сайте? Микрофон не нужен, спасибо, я сейчас зачитаю так. Ирина Адольфовна, при какой СС-патологии нежелательно заменять антигипертензивную патологию для диагностики вторичной гипертонии? А можно подчеркнуть? Ну, не совсем понятный вопрос. При какой сердечно-сосудистой патологии нежелательно заменять антигипертензивную терапию для диагностики вторичной гипертонии? Ну, если мы, скажем, хотим диагностировать телеотоксикоз, мы не должны ничего менять. Если мы хотим диагностировать гиперальдостеронизм, то тогда нам необходимо поменять терапию. И мы не можем применять ингибиторы ангиотензивно-превращающего фермента и блокаторы антистероновых рецепторов, но мы можем применять органисты кальциевых каналов, и мы меняем эту терапию. И, соответственно, в отношении, если мы изучаем фиохромоцитому, то, в общем-то, там у нас не очень желательные блокаторы, хотя, в общем-то, тоже мы можем оставлять терапию, какая есть, если тяжелый пациент, и насмотреть показатели бета-нетринов на то увлечение, которое есть. Я надеюсь, что я ответила на вопрос. Вопрос еще перед вами Владимиром. Нет, он уже был зачитан. Все, уважаемые коллеги. Ну, если что, пишите, мы ответим на все вопросы. Спасибо, Ирина Адольфовна. Следующий доклад также немаловажен, поскольку в последнее время, особенно в нас медиа, мы часто видим о том, что все должны принимать поголовно, наверное, витамин группы К. Вот о том, действительно ли это так, мы сегодня услышим от Крюкова Ирины Викторовны, кандидата в лицинских наук, доцента, кафедры эндокринологии, в бюджету и совершенствовательных врачей. Ирина Адольфовна, пожалуйста, Ирина. Спасибо, Ирина Алексеевич. Добрый день, коллеги. И действительно, наверное, несколько даже внесом после темы оживения говорить о витамине Д, поскольку здесь есть основные особенности, но и очень актуально, поскольку мы отмечаем с вами с месяц столетия, с года открытия данного витамина. Ну, и это немаловажно, поскольку за эти 100 лет известно очень много эффектов витамина Д. Как вы видите, они связаны с различными психологическими процессами, практически со всеми органами и системами. Конечно, достаточно традиционно говорить о витамине Д в аспекте миностаза кальция, в аспекте костной системы. Но и в целом, как вы видите, все клетки организма, клеточный цикл регулируется с помощью этого гормона. Я не упомяюсь этого слова, поскольку именно таковым он становится, превращаясь в организм. Но вообще, зачем о нем говорить? Может быть, у нас у всех его достаточно, ведь сейчас май, и все хорошо. С маем у нас тоже проблемы, поскольку мы все в пальто, недостаточно вырабатываем витамин Д. И те российские данные, свежие, 20-го года, которые говорят нам о распространенности дефицита и недостаточности витамина Д, я бы хотела, в первую очередь, продемонстрировать. Это, как вы видите, наше российское информационное исследование, регистровое, по методу поперечных светов, целью которого было как раз оценить встречаемый дефицит и недостаточности витамина Д среди населений различных регионов нашей широкой и объятной Родины. И первичная, конечная точка, это именно был уровень витамина Д, 25-го, HD, витамина, сына микро. Это уже публикация, которая была по первой части этого исследования. В исследование входили молодые люди, да, 18-50 лет, имеющие массу тела выше 45, но не выше 100 килограмм, подписавшие информированное согласие, и фактически это условно здоровые люди, которые не принимали лекарственных препаратов и биологически активных товаров, потому что это разные, чем вещи, не имели центральных полиабсорбций, беременности, лактации и так далее. Это распределение тех субъектов Российской Федерации, которые участвовали в данном исследовании, видите, это широкая достаточно география, соответственно, и северные, и южные, и западные, и восточные регионы, и включая центральные федеральные округи, и Москву, и вот таким образом получились суммарные результаты первого, так скажем, этапа. Почему первого? Потому что он проходил весной. Это с 1 марта по 31 мая 2020 года. Скажите, почему такое разделение? Потому что мы сейчас находимся, ну, фактически, еще в самом неблагоприятном периоде, согласно времени года, поскольку мы вышли из зимы, и здесь больше вероятность действительно иметь витамин Т, особенно если с этим постоянно ничего не делать. И вы видите, какие серьезные цифры, да, дефицит и недостаточности витамина Т практически выше 84%. Ну, соответственно, нормальный статус приходился на оставшиеся проценты. Ну, вот это распределение среднего уровня витамина Т по регионам, вы видите, что этот уровень приблизительно одинаков, да, и вот это вот среднее значение. Они колебались как раз на уровне недостаточности дефицита витамина Д. Есть гендерные различия, которые были получены, да, и вы видите, что у мужчин, если чуть витамина Д встречался значимо чаще. Второй этап этого исследования был осенний период, то есть после лета, уже даже после сентября, да, с 1 октября по 5 ноября того же года, и здесь все равно, несмотря на то, что вышли как бы из периода, когда солнце там больше, и здесь все равно для достаточности дефицит витамина Д был у 62% обследуемых здоровых людей, молодых. Ну, и вот в среднем мы получаем то, что имеем, да, это 70% населения Российской Федерации имеет неудовлетворительный статус витамина Д. По всему разных причин, и инсалляции, потому что практически вся наша территория находится в достаточно северных широтах все равно, и различных других заболеваний, и в том числе той болезни, которая некоторой болезнью не считается, но о том, о чем говорила Ильяна Адольфовна, это все-таки оживление. Что говорят наши клинические рекомендации? Ну, я в первую очередь остановлюсь на клинических рекомендациях по усталпамузу. Обновленных в 2021 году, который, безусловно, в разделе медикаментозной терапии и профилактике акцентируется на витамине Д. Согласно тому алгоритму, в котором я, безусловно, не смогу остановиться за время своего доклада, мы выбираем терапию осталпороза согласно рисков и ломов. Мы, безусловно, в любой категории наших пациентов будь то высокий риск переломов, будь то средний, и даже при низком риске переломов мы все равно рассматриваем на назначение витамина Д, просто будут разные дозы и, соответственно, разные цели. То есть при низком риске мы обязательно рассматриваем назначение кальция и витамина Д в аспекте активной профилактики. А при назначении антиосталопородической терапии, безусловно, в аспекте сопутствующего назначения, который потенцирует риск, ой, простите, пользу при высоких переломах любого препарата, будь то антирезомтивный, будь то поздноанаболический. Ну и вот таким выдержкой согласно рекомендации по осталопорозу в аспекте кальция и витамина Д обязательно то, что говорится о лечении дефицита витамина Д, который рекомендуется, безусловно, препаратом лекарственных препаратом поликальцепирола, нативного витамина Д при установленном дефиците, да, и назначается курсом лечебной дозировки с последующим переходом в наш профилактический дом. Ну и космос, конечно же, все равно кальция, при пациентам, которые достаточно употребляют кальция с продуктом питания, они так же продолжают делать. Если же в пищевом рационе кальция недостаточно, тогда мы назначаем препараты кальция. Что касается более современных, уже там их у нас в медицине не стоит на месте, но при науке вообще очень динамическая наука, в 2022 году уже опубликован проект новых рекомендаций по дефициту витамина Д у взрослых, и он несколько обновляет классификацию согласно уровню витамина витамина Д. В чем здесь новизна? По большому счету мы уже довольно давно привыкли диагностировать дефицит и недостаточность витамина Д. Здесь никаких обновлений у нас нет. При уровне витамина Д 25 у АЖД измеренного в нанограммов в миллилитрах, как правило, именно эту размерность мы видим в лабораторию, недостаточность диагностируется при уровне от 20 до 30, и дефицит ниже 20, и, соответственно, выраженный дефицит, что тоже очень важно, учитывать это уровень витамина Д ниже 10. Но мы привыкли видеть диапазон, так называемого, адекватного уровня витамина Д. Он сохраняется, и это уровень от 30 до 100 нанограмм в миллилитрах. Но в настоящий момент мы выделяем, так называемый, целевой уровень, к которому нужно стремиться. И он несколько более ограниченный. Это 30-60 нанограмм в миллилитрах, когда оптимальный кальций-посфорный обмен, оптимальная продукция паратериодного гормона и так далее, и так далее, включая беспадение. Ну и по-прежнему выделяется, как мы с вами, токсический уровень витамина Д, да, с возможными токсическими появлениями. И это 150 и выше нанограмм в миллилитрах, когда вы используете у пациентов с гиперпальцемией, гиперпальцемурией и, соответственно, поражение Д. Безусловно, исследовать витамин Д в целом популяции не нужно. Вот даже нашей самой аудитории совершенно необязательно завтра бежать в лабораторию. Но, я думаю, каждый для себя сам отметит, при каких ситуациях, в каких ситуациях это крайне желательно. Это те самые целевые группы, где оптимально обязательно исследовать витамин Д. И, конечно же, это заболевание костей, да, и в рекомендациях по остеопорозу витамин Д включен в перечень лабораторных тестов, но в смотрении врача, конечно же, и, соответственно, очень важно их исследовать при гиперпаратириозе, особенно при сложностях дифференциальной диагностики первичной и вторичной гиперпаратириозы. Это пожилые лица, особенно с падениями банана, здесь высоким риском падения, сейчас очень актуальная тема, имеются теоретические рекомендации по риску падения. И, конечно же, пациенты с низкозапевтическим переломом в анамнезе, по большому счету, это пациенты с тяжелым мозговым породом. Это, опять-таки, жильца с ожирением, поскольку жировая ткань, она создает запас витамин Д, но только оттуда ее, его достать невозможно. Он там нейтрален, абсолютно и недоступен. Это, конечно же, пациенты с перемешкой париатрической операции, которые требуют вообще определенного внимания и длительного внимания, в том числе, вас пиротикальцы и витамин Д. Безусловно, беременные кормящие – это дети и взрослые с темным оттенком кожи, которые защищают их от солнца во всех аспектах, в том числе от сибири витамин Д. Это, безусловно, пациенты с хронической болезнью почек, уже начиная со скорости кормочковой фильтрации ниже 60 миллилитров в минуту, пациенты с печеночной недостаточностью и пациенты, страдающими малеабсорбцией различных генеменов и грануломатозными заболеваниями. Ну и что касается, что же нового у нас в 2022 году в проекте клинической рекомендации. Несколько изменились подходы, ну, несколько расширились даже подходы для коррекции дефицита и недостаточности витамина Д. Сохранились те же сроки, да, то есть дефицит мы устраняем в течение двух месяцев, недостаточности в течение одного месяца, но используем дозу витамина Д в диапазоне от 6 до 8 тысяч международных единиц в день. Что касается пациентов с ожирением, здесь сейчас рекомендуется большие дозы, соответственно, диапазон от 14 тысяч до 21 тысяч международных единиц в день. И с точки зрения профилактики, если мы здорового человека без ожирения в дальнейшем переводим на 12 тысяч международных единиц, то здесь используем 3-6 тысяч международных единиц в день. В этом аспекте, конечно, наверное, не очень удобно использовать даже традиционные лекарственные препараты, таблетированные, хоть и даже растворимые таблеточки или капельные препараты. И первый высокодозный лекарственный препарат витамина Д, именно лекарственный препарат, и это подчеркивает фортавитрин. Соответственно, мы имеем статус препарата поликальциферола и выпускается в капсулах по 4 и 10 тысяч международных единиц в день с показанием лечения и профилактики дефицита и недостаточности витамина Д. И он прекрасно вписывается с точки зрения удобства и, безусловно, клинических подходов во компенсацию лечения, компенсации дефицита и недостаточности витамина Д, как у лица с ожирением, так и у лица без ожирения. Соответственно, мы можем назначить 2 капсулы по 4 тысячи международных единиц в день, удобно, всего лишь 2 капсулы, либо вообще использовать одну капсулу 10 тысяч международных единиц 5 дней в неделю. Это у пациента без ожирения, а, соответственно, у пациента с ожирением мы используем комбинацию одной капсулы 4 тысячи международных единиц и одну капсулу 10 тысяч международных единиц, тем самым получим суммарно 14 тысяч, либо 2 капсулы по 10 тысяч международных единиц в день, то бишь у нас получится 20 тысяч в день для пациента с ожирением, это и лечебная доза. И, соответственно, длительно пациенты с ожирением могут использовать одну капсулу по 4000 международных единиц, избегая множество капсул, капель в своих неженятых назначениях. Ну, здесь все примерно то же самое в аспекте АКВТ-3, но просто капсулкой удобно показана схема того назначения, которое я ранее озвучивала. Таким образом, если мы имеем возможность исследовать статус витамина Т, мы, безусловно, должны его исследовать в тех группах, которых я озвучила. Если же у нас нет возможности по каким-либо причинам в необходимых случаях, но нет возможности исследовать витамина Т, то длительно, до 6 месяцев мы можем назначать довольно высокие дозы витамина Т, не зная уровня витамина Т. Но при факторах риска дефицита и недостаточности витамина Т можем использовать 10 тысяч международных единиц в день, не зная уровня витамина Т. При этом, как я уже неоднократно акцентировалась, очень важно понимать, что мы делаем. То есть даже профилактируя дефицит витамина Т, мы в основном все равно пользуемся лекарственными препаратами. Вот скажите, пожалуйста, кому известны какие лекарственные препараты витамина Т? Да, вам надо верить. Детриман, ребята. Ну вот один из препаратов, который был озвучен, к ним не относится. Это биологически активная добавка Детримакс. Никто не говорит о том, что плохо или хорошо, но в аспекте назначения, вот сюда мы следующий слайд, по резолюции наших экспертов уважаемых, мы должны для особенно лечения дефицита и недостаточности витамина Т использовать именно лекарственные препараты, гарантировать им эффективность и безопасность и заявленную дозу, особенно для длительного приема. Ну и здесь еще раз показана юридическая сторона, различие биологически активных добавок и лекарственных препаратов согласно контролю качества и безопасности, которые, как правило, не обязаны и не соблюдаются при динамическом контроле за их применением. Ну и все-таки говоря о витамине Д в аспекте остеопороза, нельзя не упомянуть об одном из основных классов препаратов, которые мы используем для лечения остеопороза. Это, конечно же, бисфосфонаты, которые мы тоже уже много лет знаем, и второе и третье поколение бисфосфонатов когда дозон содержащий бисфосфонаты и олитеронатом прочно закрепился в нашей клинической практике и имеет свою прекрасную нишу для назначения, особенно пациентам, при первичной профилактике переломов. Будет добрый следующий слайд. И что касается, опять-таки же, действующих рекомендаций по остеопорозу, бисфосфонаты, согласно нынешней резолюции, должны быть рекомендованы для предупреждения патологических переломов и снижения минеральной толпы в простой плане по довольно широким показаниям. Это косменно-паузальный остеопороз, где линейка патологических фонатов максимальная при мужском остеопорозе, где также мы можем рекомендовать альтеронат и альтеронат за литлоновую кислоту и противоидную остеопороз, где также зарегистрированы альтеронат и альтеронат из альтероновой кислоты. При патроновой кислоты нет никаких показаний, кроме косменно-паузального остеопороза. И, конечно же, альтеронат имеет огромную доказательную базу и, безусловно, любой антиостеопоротический препарат в целом никогда не регистрируется. Если он показывает свою эффективность в отношении минеральной толпы с космой ткани, он может доказать обязательно свою, так скажем, антипереломную активность. И у альтероната, в свое время, просто прорыв там поколения бисфосфонатов бисфосфонатов показал такие прекрасные цифры по снижению риска переломов у пациентов и позвоночных, и непозвоночных, и переломов бедра, что очень важно и тяжело достаточно сделать. Ну и, безусловно, мы тоже должны знать в лицо препараты, как мы всегда это в Международной Непсинтовой названии, наши пациенты должны не как слепые котята приходить в аптеку и слушать, например, совсем корректные рекомендации, которые там могут сдать не врачи. Соответственно, вот один из препаратов альтеронной кислоты, толстого репа, это, безусловно, та же одна таблетка 70 мг один раз в неделю, которая имеет прекрасное качество, да, и доступна на рынке в хорошей ценовой категории. И, безусловно, она может и должна, собственно, использоваться в комбинации с витамином D и при достаточном содержании кальцирационного пациента. Ну, и я позволю себе упомянуть еще один препарат, это также препарат компании Априхин, который может быть полезен для использования у пациентов с податрой, тоже довольно распространенным заболеванием, среди особенно возрастной категории пациентов. Это препарат лепусостата, подогрель, двух дозировок, с прекрасной переносимостью, с такой же прекрасной эффективностью, одна капсула в сутки, доступной, по цене прекрасной, которую тоже будут узнаваем нашими широкими специалистами. Я благодарю вас за внимание, я желаю вам хорошего уровня витамина D и прекрасного телоплога лета. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Викторовна. Вопросы, коллеги, есть? Есть ли вопросы у нас? В чате, да, есть один вопрос, но он присоединяется Ирина Адольфовна. Спасибо, Ирина Викторовна. В практике врача-терапевта иногда встречаются пациенты с аденомой гипофизы, и мы очень часто нас спрашивают, а что делать с такими пациентами вообще, вот какова тактика их маршрутизации. Вот об этом мы сегодня услышим от Кривошейной Юлии Григорьевны, научного сотрудника отделения и заболевания маньяки, комбината медицинских. Спасибо, Ирина Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Тима моего доклада – пациенты с макроаденомой гипофиза. На что же они жалуются, какого врача посещают впервые. Что такое макроаденома гипофиза? Макроаденом – это прокачечная опухоль, развивающаяся из железистой ткани передней доли гипофиза, максимальный размер гипофиза – более 10 мм, то есть более сантиметра, хотя бы один размер, если будет более 10, то это будет считаться макроаденомой. При макроаденомом гипофизе может возникать масса, эффект масса эффекта, то есть за счет большого объема аденома сдавливает безлежащие эндокринные структуры, тем самым может приводить к развитию гипофитеритаризма. При аденомах может возникать атрофию диска зрительного нерва и сужение полей зрения, тем самым приводить к развитию хиазмального синдрома. Первые симптомы данной проблемы могут быть достаточно неспецифичны для эндокринного заболевания, тем самым может привести к затруднению диагностики, удлинению времени первых симптомов, клинических признаков до постановки правильного диагноза. Все это может привести к развитию коморбидного заболевания, снижению качества жизни пациента, сокращению продолжительности его жизни. Тем самым нет единого алгоритма обследования данных пациентов, и своевременная качественная диагностика достаточно важна. Инструментальные. Как мы можем заподвозрить, как поставить диагноз макроаденомы гипотеза. На сегодняшний момент магнитно-резонансная томография это метод выбора, определения диагностики апоккалей. МРТ лучше проводить с контрастным расселением, прицельном обыске гипотеза мы смотрим и определяем, ли снижающей эндокринной структуры, сдавлены либо нет. МРТ, шаг томографа не более 2 мм, обязательно лучше, чтобы был контраст. И мы оцениваем линейные размеры, вартикально-сагитальной фронтальной. И учитывая данные размеры, мы определяем объем опухоли и далее оцениваем ее гормоны. Все пациенты, это наши пациенты, у нас большая база пациентов с опухолями и гипотезом. Мы с вами на данном докладе говорим о пациентах с макроатеномой гипотеза, потому что больше всего осложнений, больше всего проблем, именно связанные с данной группой пациентов. Немного хотелось бы о классификации вам сказать. Есть микроатеномы, это менее 10 мм размеры. Макроатеномы я уже сказала. И гигантские атеномы, это хотя бы один размер, более 40 мм. В другой литературе считается более 60 мм. Международные, но вот пришли к такому выводу, что 40 мм – это оптимальный размер. На сегодняшний момент самый наиболее часто встречаемый – это группа микроатеном. А в макроатеном занимает чуть менее половины процентов. Опухоль – достаточно распространенное заболевание. Ранее считалось, что это редкое заболевание. На сегодняшний момент опухоли достаточно распространены по миру, повсеместно. На данном слайде представлены работы, работы, которые привезли с зарубежными нашими коллегами, определили, что наиболее, скажем так, общая распространенность… Здесь представлены группы всех опухолей, не только макро, но всех. Наиболее встречались они в Аргентине, вот 97-е тысячи населения, меньше всего были зарегистрированы в Финляндии. Но это данные уже, скажем так, вот 6-й, 9-й, 10-й, 13-й, 16-й годах. Среди них набора макроаденом переходилось примерно на 41-65%. Чуть ниже представлены свежие данные, которые проведены 17-18-21 годы. Распространенность каждого года увеличивается. Здесь хотелось бы сказать по поводу нашего опыта пациентов. Мы проводили работу, оценивали характеристики, оценивали профилактические, функциональные свойства макроаденом гипотеза. Наиболее часто у нас встречались гормонально неактивные пролоксиномы и соматотропиномы, проводили работу. Самыми молодыми у нас были пациенты с пролоксиномами. Самая старшая группа – это гормонально неактивные аденомы гипотеза, везде превалировали женщины. Мы оценивали также объем макроаденом гипотеза. На данном слайде вы видите объемы. Самый большой объем имели пациенты с гормонально неактивными аденомами. И, соответственно, у них более выраженные были клинические симптомы, более выраженные жалобы были. Самыми маленькими по размерам это были пациенты с соматотропиномами. Здесь мы видим первичные жалобы. С чем приходили наши пациенты к врачам? Они приходили не только к эндокринологам, и с какими жалобами же они приходили. Вот в группе гормонально неактивных аденом гипотеза наиболее часто жаловались на головную боль. 51% из них жаловалось именно на данную проблему. Меньше, вот примерно 30% жаловались на нарушение зрения. Напоминаю, что это пациенты были с самым большим объемом. А пролоктиномы наиболее часто приходили с жалобами на нарушение менструального цикла. А пациенты, обратите внимание, с соматотропиномами, да, они наиболее часто жаловались на изменение внешности, это было 28,6. Но диагноз был поставлен на диспансеризацию. То есть эти пациенты приходят к терапевтам на диспансеризацию. Терапевты, которые в данной проблеме, скажем так, осведомлены, да, которые знают данную проблему заболевания, вот 4,5% поставлен, был пациентом диагноз на диспансеризацию. Это пациенты с соматотропиномами, то бишь это пациенты с акромегалией. Хотелось бы немножко сказать вам про осложнение, которое может быть при опухолевке подвеза, это гипопитуетаризм. Что это такое? Это снижение функций тропных гормонов с последующим снижением функций соответствующих периферических эндокринных желез. Часто не имеет клинических проявлений, а жалобы данного, скажем так, проявления, да, они могут быть достаточно неспецифичны. Пациенты могут жаловаться на слабость, утомляемость, снижение толерантности к физическим нагрузкам. В ходе нашей работы мы выявили, что у 32,8 пациентов с макроаденомами гипотеза был выявлен гипопитуетаризм. Наиболее часто гипопитуетаризм был выявлен у гормонально неактивных. Аденомах они были самые большие, 48,8. Пролоктиномы, несмотря на то, что это гормонально активные аденомы, да, также у них проявлялась гипопитуетаризм 35% в случае. Меньше всего это пациенты с аматотропиномами, 16,8%. Далее хотелось бы сказать, пациенты приходят с жалобами, они приходят с жалобами на головную боль и нарушения зрения. Наиболее частые жалобы у пациентов с макроаденомами гипотеза. Мы проводили, сравнивали данные этих пациентов. В итоге что мы выявили? Головная боль никак не влияла при сравнении, у кого была головная боль, а у кого не было головной боли. Но головная боль наблюдалась статистически значимо чаще у мужчин. А что мы увидели, когда сравнивали нарушения зрения у пациентов? Нарушения зрения, да, были статистически значимы различия. Это самая правая колоночка. Мы видим, что сагитальный размер, вертикальный, фронтальный объем, компрессия и хиазм. Мы ее ставили по данным МРТ. И хиазмальный синдром были статистически значимы у пациентов больше, у кого было нарушение зрения. Хиазмальный синдром и это включал в себя три признака. Это снижение зрения, трофитии, сквозрительного нерва и сужение в поле зрения. Это три обязательные признаки хиазмального синдрома. Итак, мы с вами переходим к первичным специалистам, которые уже обращались наши пациенты. Обратите внимание, что к терапевту обращалось 23,3% пациентов с аматотропиномной. Это пациенты с акромегалией. Кондокринола был 27,1%. Вот практически равное количество пациентов с акромегалией приходили к терапевту. Они приходили с жалобами именно на головную боль и нарушение зрения. Такие достаточно неспецифические симптомы, которые, скажем так, вас могут подтолкнуть на то, что у пациента не только артериальная гипертензия, не только какие-то там другие терапевтические заболевания, но это может быть и махроаденома гипофиза. Итак, да, наиболее частые жалобы это головная боль и нарушение зрения. Головная боль не зависела от размеров и объема опухоли гипофиза, однако чаще отмечалась у мужчин. У пациентов с гормоноличием гормонально активной опухоли гипофиза наиболее часто жаловались на нарушение менструального цикла. Это было как маркер. Пациенты с гормонально неактивными аденомами гипофиза наиболее часто обращались к неврологу. С тролтиномами, конечно, шли к гинекологу, учитывая их ведущий симптом, учитывая ведущую жалобу на нарушение менструального цикла. А вот пациенты с самаром и тролтиномами наиболее часто как раз шли к терапевту и к эндокринологу. Хотелось бы, чтобы врачи помимо нас, эндокринологов, другие, да, вот неврологи, офтальмологи, гинекологи, терапевты были осуществлены в данной проблеме, учитывая, что пациенты приходят с неспецифическими жалобами и неспецифическими проявлениями, чтобы вы понимали, что необходимо проведение МРТ-гипофиза данного пациента. На следующем слайде представлен как некий алгоритм. Да, вот пациент приходит к вам с жалобами на головную боль, нарушение зрения, общую слабость, утомляемость. Его следует направить на МРТ-гипофиза. Если он к вам приходит с МРТ, и вы там видите аденому-гипофиза, то сразу же направляйте к эндокринологу, и дальше эндокринологи смотрят гормонально активное, или неактивное. Дальше обследуют на наличии гипофизма, если считают это необходимым уже. Спасибо, Юра Григорьевна. Есть у нас вопросы, Юра Григорьевна? На сайте тоже нет. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну и заканчивая нашу секцию, да, я тоже возьму слово, и сегодня мы с вами поговорим о введении пациентов с сахарного диабета и именно при ковид-инфекции. Конечно, в последнее время мы видим по статистике спад ковид-инфекции, но, тем не менее, эти пациенты еще сохраняются, и несмотря на то, что, наверное, у нас уже сложилась такая вот прослойка иммунизации, и более тяжелое течение ковид-инфекции встречается редко, но, тем не менее, я думаю, все специалисты должны помнить о том, что должны, что нужно делать, когда мы ведем этих пациентов. Ну и, конечно, когда мы говорим про ковид-инфекцию, мы говорим о том, что сама по себе ковид-инфекция, она может быть тяжелой, но ее тяжесть зависит от наличия сопутствующей патологии. И, соответственно, из той патологии, в которой мы можем играть роль при наличии ковид-инфекции, это может быть, как вы видите, и сахарный диабет, и реальная гипертензия, и болезни печени, болезни легких, например, хроническая обструктивная болезнь легких, было показано, что вот при этой патологии имеется риск более тяжелого течения ковид-инфекции. ковид-инфекции. А сюда же можно отнести также более распространенные, наверное, заболевания, это болезни почек, это сердечно-сосудистые заболевания и нарушение мозгового кровопрощения. То есть, вот те заболевания, да, о которых можно говорить о том, что из более тяжелого течения ковид-инфекции будут. Но, тем не менее, мы сегодня говорим о сахарном диабете, и вот здесь сам по себе диабет может быть как фактор риска тяжелого течения, но, тем не менее, его течение, как от инфекции при сахарном диабете, будет зависеть еще от ряда факторов. И вот вы видите, какие эти факторы. Это диабет первого типа, это возраст, чем он старше, тем больше риск тяжелого течения, это уровень гликированного гемоглобина. И обратите внимание, да, что как более низкий гликированный гемоглобин, так и более высокий гликированный гемоглобин, он может быть факторами риска течения более тяжелого ковид-инфекции. То есть, вот как раз меньший риск более тяжелого течения при первом типе имеет уровень гликированного гемоглобина от 7 до 8,5%. Все, что ниже и выше этих цифр, также имеет риск более тяжелого течения. Ну и вы видите также, что как дефицит, так и избыточная масса тела ожирения утяжеляют течение говид-инфекции при сахарном диабете. Ну и, конечно, уровень скорости клубочковой фильтрации также влияет на более тяжелое течение. Следующий слайд. при втором типе диабета мы видим практически ту же тенденцию. То есть, все, что я сказал про первый тип диабета, в общем, действительно утяжеляет ковид-инфекцию. Таким образом, люди с диабетом, они сталкиваются с более высокой вероятностью серьезных осложнений ковид-инфекции, но, конечно, риск этот зависит от течения сахарного диабета, и, естественно, чем больше колебания уровней глюкозы крови, тем больше вот этот риск. Следующий слайд. Что же нужно делать нам с вами с этими пациентами? Итак, конечно, когда мы выявляем ковид-инфекцию нашего пациента, мы не сразу кладем этого пациента в стационар, конечно, эти пациенты в основном находятся дома, а в стационар попадают пациенты уже с более тяжелым течением диабета, ковид-инфекции, в частности, со сниженным порциальным давлением кислорода, да, а вот дома, да, они изолируются. Что нужно делать дома? Ну, во-первых, это естественная изоляция, и здесь, конечно, это влияет на течение диабета не очень хорошо, потому что это ограничение физической активности, это нарушение пищевых привычек, потому что холодильник рядом, и когда пациент находится дома, естественно, такой соблазн, как дополнительный перекус, он имеется, ну, естественно, это большая тревожность, депрессия, страхи, все это влияет отрицательно на течение сахарного диабета. Но, тем не менее, все-таки здесь есть преимущество, в частности, преимущество домашнего питания, и об этом мы должны сообщать нашим пациентам, да, то есть, вот, не бесконтрольное посещение холодильника, а вот такое вот разумное отношение к питанию, когда пациент может попробовать разные продукты, и как они влияют на уровень глюкозы крови, а при этом, конечно, тщательно контролируют. Ну, и физическая активность, казалось бы, это домашняя изоляция, да, не всегда можно выйти из дома, но, тем не менее, вот на сегодня это должно быть где-то не менее 30 минут физической активности в день, и по данным современных рекомендаций, это могут быть онлайн-тренировки, допустимо, это могут быть пробелки, пробелки, прогулки или пробежки, если пациент может выйти из дома, но также можно использовать и такие вот средства, как скакалка, обруч, растяжки, упражнения на дыхание, ну и кстати, современное руководство рекомендует использование йоги и медитации, это тоже является физической активностью. Если пациент заразился коронавирусом, что ему делать, кроме вот того, что я сказал? Ну, естественно, более часто контролировать уровень глюкозы крови и вести дневник самоконтроля, на этом мы еще остановимся, ну и при повышении уровня глюкозы выше 13-15 миллимольд на литр, обязательно определять уровень ацетонов мочи или кетонов мочи по тест-полоскам. То есть, у таких пациентов тест-полоски на кетоны в моче должны быть всегда обязательны. Ну и если пациенты с сахарным диабетом второго типа, то они должны быть сразу предупреждены о том, что возможно этим пациентам да будет добавлена инсулинотерапия. Ну а если они уже повышают и получают инсулинотерапию, конечно, скорее всего, на фоне ковид-инфекции доза инсулина будет увеличена. Также наши пациенты должны помнить, что они должны пить жидкость в достаточном количестве для предупреждения дегидратации, если позволяет почечная патология, избегать приема диуретиков и контролировать температуру. Но как вести себя с текущей сахароснижающей терапией, если уровень глюкозы кроме натощак менее 13, нет признаков дегидратации и температура тела менее 38, то пациенты со вторым типом могут продолжить прежнюю терапию, причем это касается любых классов препаратов. Здесь вы видите это может быть и метформин и метформин протлерного действия, ингибиторы дебептидилпептидаза четвертого типа кровосаксоглептина, препараты сульфани мочевина, например, гликлазит МВ, агонисты рецепторов ГПП1, если нет тошноты ремонта у пациента и ингибиторы МГЛТ2 под строгим контролем уровня гетонов мочи. Ну и в этом случае пациентам необходимо измерять уровень глюкозы плазмы 5-6 раз в день, использовать где-то не менее 100 мл жидкости каждый час и дробно употреблять углеводы небольшими порциями. Это вот такое легкое течение. Если же уровень глюкозы крови у пациента более 13, есть признаки дегидратации и температуры выше 38,5, то вот здесь уже вот этот уровень гликемии выше 13, он является показателем для показаниям для перевода на инсулинотерапию. Причем желательно это базис полисной терапии, то есть сочетание инсулина короткого и утракороткого действия и инсулино продленного действия в соотношении 50 на 50. обратите также внимание, что в этой ситуации необходимо отмена метформина органистов рецепторов ГПП-1, ингибиторов НГЛ-2 и препаратов сульфаниум очевидно. То есть препараты из этих групп должны быть уже отменены этим пациентом. Если используется только базальный инсулин, инсулин продленного действия, то обычно начинают в дозе 10 единиц в сутки или если пациент с избыточной массой тела, то 0,1-0,2 единицы на килограмм. А инсулин короткого или ультракороткого действия обычно начинается где-то с 4 единиц перед каждым приемом пищи. Имеется в виду основные приемы пищи, большие, то есть завтрак, обед и ужин. А дитракция уже осуществляется по текущим уровням глюкозы крови. Следующий слайд. Но это амбулаторные условия. И я всегда подчеркиваю, что перевод на инсулинотерапию в амбулаторных условиях он всегда сложен. Потому что не всегда пациент может регулярно измерять уровень глюкозы крови. И у него нет, скажем так, под боком врача, который может дозы скорректировать. А пациенты с диабетом особенно второго типа, которым впервые назначена инсулинотерапия, самостоятельно, конечно, скорректировать дозу инсулина вряд ли смог. Поэтому таких пациентов желательно уже класть стационар. И, конечно, при таком течении диабета уже есть риск и гипербиокемии с появлением ацетона, и диабетического кетоацидоза, и гиперосмолярного гипербиокемического состояния. И это очень важно. Поэтому вообще на сегодня существует такая рекомендация. если пациент поступает в стационар с диагнозом ковид-инфекции или подозрения на нее, то, не важно, есть в анамнезе диабет, нет в анамнезе диабет, обязательно определение уровня глюкозы крови. То есть здесь вот это нужно помнить всегда. При поступлении, вот вы видите, обязательно измеряется уровень глюкозы крови, даже если еще раз подчеркиваю, нет в анамнезе сахарного диабета, и ацетон в моче. Причем ацетон в моче это у всех пациентов, у которых поставлен диагноз сахарный диабет на момент поступления и у тех пациентов, у которых на момент поступления в стационар сахар крови выше 12 миллимоль на литр, даже при отсутствии сахарного диабета в анамнезе. Вот это тоже нужно помнить. Ну и приемным еще отделением таким пациентам нужно отменить ингибитор МГЛТ2, это КАНА, ДАПА, МПА или Р-тубиквозины и метформин. Вот это тоже обязательно условия дескатализации этих пациентов стационар. Другие какие-то причины гипергликемии, которые нужно учитывать, но кроме понятно, что это может быть диабет или первого или второго типа, но это может быть впервые выявленный диабет первого или второго типа на фоне ковид-инфекции, это может быть, например, сельсис, обусловленный ковид-инфекцией, инфекцией стоп, например, при синдроме диабетической стопы. Если это диабет, то нужно обязательно еще в приемном отделении уточнить, когда пациент вводил дозы инсулина последние и посмотреть, были ли у него какие-то при этом проблемы. Ну и естественно, при поступлении в стационар есть еще один риск повышения глюкозы крови, это использование пероразов раностероидов глюкопротикольных препаратов, об этом мы тоже сейчас поговорим дальше. Показания для назначения инсулинотерапии при ковид-инфекции, да, это не обязательно наличие сахарного диабета, это общие показания, даже если нет диабета в анализе. Это два последовательных измерения глюкозы крови, которые превышают 12 ммол на литр. или два измерения глюкозы крови в течение 24 часов, которые превышают 12. Вот здесь это показание для инсулинотерапии. В этом случае уже нужно измерять уровень глюкозы крови не менее 4 просунки такому пациенту, но стандартно это натощать перед обедом, перед ужином и перед сном. И обратите внимание, что этим пациентам сразу низко снижать уровень глюкозы крови нельзя. Целевые уровни глюкозы крови у этих пациентов 6-10 ммол на литр. И даже при более тяжелом течении диабета и использовании глюкокортикостероидов допустимо до 12 ммол на литр. То есть вот к этому мы должны стремиться. Ну и конечно для начала инсулинотерапии таким все же пациентам рекомендуется использовать сначала режим введения только базального инсулина инсулино-продленного действия 1-2 раза в день. Итак, спрашивайте у пациента получает ли он инсулин если он поступает в стационар да. Обязательно если пациент получает какую-то терапию базальным например инсулином то ее нужно продолжить то есть не надо отменять у меня например была пациентка которая использовала пероранные сакрослежащие препараты и базальный инсулин вот почему-то при поступлении в стационар ей отменили базальный инсулин отменили все препараты и назначили только короткий инсулин 6 раз в день это не совсем правильная тактика тем более что уровень глюкозы крови есть нереально но не каждые 2 часа как это бы могло быть что еще нужно помнить этим пациентам что конечно если есть эндокринолог то лучше проконсультироваться если нет вот здесь мне бы хотелось дать некоторые рекомендации следующий слайд итак если все таки вы решили что только инсулин ультракороткого действия кстати очень популярная схема она не всегда правильно назначается вот как обычно назначается этот инсулин обычно назначают в 6 утра перед завтраком перед обедом перед душем все да вот это неправильная схема для назначения короткого или ультракороткого инсулина потому что ночь остается неприкрытой то есть вот если последний раз пациент как мои пациентки кололи ультракороткий инсулин в 10 вечера то он действует соответственно но до 4 часов да смотрите в 10 укололи 11-12 час 2-2 часа ночи уже инсулин прекратил действовать а следующая подкорка то у нее была в 6 утра то есть 4 часа она была без какой-либо инсулинотерапии и естественно утром мы видели очень высокий уровень глюкозы крови а дальше начиналось все заново да ей подкалывали инсулин вроде днем все хорошо а утром опять высокий уровень глюкозы вот это самая распространенная ошибка поэтому если вы используете только ультракороткий инсулин то вы его назначаете соответственно каждые 3-4 ну 4 часа соответственно если это ультракороткий ну и каждые 5-6 часов если это инсулин короткого действия простой инсулин потому что тогда будет прикрыт весь день ну если пациент использует базальный инсулин следующий слайд то здесь могут быть другие а да вот если тетрават то на сегодня рекомендуется вот такая схема ультракороткого инсулина например да то есть все зависит от того сколько имеется у пациента вес например если мы не знаем его суточную дозу он раньше не вводил инсулин соответственно вы видите да если вес менее 50-50-100 и более 100 кг то соответственно в зависимости от уровня глюкозы крови и колется доза инсулина на мой взгляд очень простая табличка которая поможет и терапевтам в том числе назначать такой схему инсулин терапии следующий слайд если решили вводить базальный инсулин то есть добавить его к тому лечению которое например получало то здесь зависит от того какой базальный инсулин например есть аналоги базального инсулина вы видите их название есть инсулины НПХ и есть инсулины сверх이 Так вот скажу сразу, что инсулино-сверхлитного действия, например, при СИБ, они не рекомендуются для назначения при ковид-инфекции. А вот аналоги базального инсулина, инсулин НПХ, да, пожалуйста, следующий слайд. Если мы говорим о аналогах базального инсулина, то, соответственно, тоже не все так сложно. Начальная доза должна составлять 0,25 единиц на килограмм, а у пациентов старше 70 лет или те, которые имеют почечную патологию, в два раза меньше. То есть, соответственно, где-то 0,15 единиц на килограмм. Это будет начальная доза. Она колется либо однократно, что чаще всего, как правило, в вечернее время. Ну и дальше уже титруется эта доза в зависимости от уровня глюкозы крови. Опять вы видите вот эту табличку. Причем титрация осуществляется по уровню глюкозы крови, который берется перед инъекцией. Соответственно, в зависимости от уровня глюкозы крови тактика либо доза не меняется, либо повышается, либо снижается. Следующий слайд. Ну, если это НПХ инсулин, то здесь уже два раза в день вводится этот инсулин, поскольку считается, что он 12-часового действия, а, соответственно, доза начальная будет составлять 0,125 единицы на килограмм. Два раза в день. У пациентов более старшего возраста и при сниженном СКФ это будет те же 0,15 единиц на килограмм, но только они делятся на 2 инъекции. Следующий слайд. И опять вот эта титрация. Мы определяем уровень глюкозы крови перед каждой инъекцией, либо перед утренней, либо перед вечерней, или перед той, перед той. И в зависимости от уровня глюкозы крови вы видите эти схемы, да, соответственно, доза либо остается без изменений, либо увеличивается, либо уменьшается. Следующий слайд. Ну и отдельно несколько слов. Если назначаются пациенту глюкокортикоиды, потому что очень часто при ковид-инфекции именно глюкокортикоиды повышают резко уровень глюкозы крови. Соответственно, какой инсулин выбрать при наличии терапии глюкокортикоидами? Так вот, считается, что если пациент получает дексаметазон, то предпочтительными здесь будут аналоги базарного инсулина. А если преднизолон, то инсулина НПХ. Ну хотя это такое условное распределение, но тем не менее вот такие рекомендации существуют. Следующий слайд. Если пациент никогда не получал инсулинотерапию на фоне глюкокортикоидами повысился уровень глюкозы крови, да, критерий и назначения мы с вами обсудили, то, соответственно, назначается какой-то инсулин НПХ, общая доза будет составлять 0,3 единицы на килограмм в день. Причем вот эту общую дозу делят на три части. Две трети назначаются утром, где-то в 7-8 часов утра, а оставшаяся одна треть ранним вечером в 17-18 часов. У пожилых суточная доза такой схемы инсулинотерапии будет 0,15. Также она делится на три части и две трети утром, а одна треть вечером в следующий слайд. Если на фоне терапии глюкокортикоидами, да, уже используется базальный инсулин, то есть пациент, вот как моя пациентка, да, она поступила в стационар, уже используя какой-то инсулин. То в этом случае не надо было его отменять, а увеличить дозу на 20% сразу при поступлении, а в дальнейшем по уровню глюкозы крови доза может быть увеличена на 40 и более процентов вот исходной дозы. Ну и опять вот эта коррекция, она точно такая же, про которую я уже говорил, то есть доза вот этих продленных инсулинов, которые мы распределили на две инъекции, да, она точно так же корректируется по уровню глюкозы крови. Ну и если имеются аналоги базального, аналоги инсулино-базальной терапии, то все то же самое, но в отличие от использования НПХ, здесь доза может быть, используется вся доза один раз в сутки, например, поскольку этот инсулин действует 24 часа. Ну и опять-таки коррекция осуществляется по уровню глюкозы крови перед инъекцией вот этого инсулино-аналога. Ну и наконец можно также использовать режим ультракороткого действия инсулина при лечении глюкокортикоидами, который вводится каждые 4 часа в зависимости от уровня глюкозы крови, только дозы вы видите, они немножко больше, чем если бы пациент не получал терапию глюкокортикостероидом. Следующий слайд. Ну и если окончено лечение глюкокортикостероидами, то есть уже не нужны они, они отменяются, то с первого дня после отмены нужно снижать общую дозу инсулина на 50%. Вот прям с первого дня отмены глюкокортикостероидами во избежание гипергетических реакций. А дальнейшая коррекция уже осуществляется по уровню глюкозы крови, который измеряется каждые 6 часов. Ну и чем мерить? Вот мне, например, нравится вот этот глюкометр, это умный глюкометр Контур плюс ВАР, который хорошо используется и дает достаточно точные результаты. Он простой, информативный и высокоточный, он соответствует всем современным требованиям точности глюкометра. Следующий слайд. Чем он интересен? У него есть приложение для телефонов, для любого, называется Контур Диабетис, которая позволяет вводить данные в телефон. Вот зачем это нужно? Вот эти данные вводить в телефон. Следующий слайд. Ну, во-первых, можно установить целевые значения. То есть пациент будет свои целевые значения уровня глюкозы крови знать. Да, вот можно, вот так это легко сделать в приложении. Следующий слайд. Зачем эти целевые значения? Дело в том, что когда пациент измеряет уровень глюкозы крови, вот этот порт, куда вставляется таз-полоска, загорается в зависимости от уровня сахара крови определенным цветом. Если он загорелся желтым, значит уровень глюкозы крови выше целевых значений. Если зеленым, значит целевых. Если красным, значит ниже, и нужно срочно принимать углеводие. Вот это очень наглядно, на мой взгляд, и легко позволяет ориентироваться пациенту в своих целевых значениях. Следующий слайд. Более того, на экране мы всегда можем и увидеть какие-то факторы, которые влияют на глюкозу крови. Вот вы видите, это мой пациент, да, сахар крови до и после приема пищи. Это очень удобно сразу увидеть на экране. Следующий слайд. Здесь можно увидеть дозу инсулина, количество углеводов, которые он принял на обед, например, что тоже очень удобно. Следующий слайд. Ну вот, например, даже можно приложить фотографию пациенту. Вот на экране слайда вы видите пациент прислал мне фотографию рыбы и спросил, нужно ли на нее колоть инсулина или нет. То есть вот, соответственно, это удобно. Да, почему это удобно? Следующий слайд. Дело в том, что этот глюкометр, он еще и умный. Он вот эти все данные накапливает и может сообщить пациенту, что у него появилась какая-то тенденция, типичная ситуация, которая повторяется изо дня в день. Ну вот в данном случае, да, он нам сообщил пациенту, что у него все время в одно и то же время критически низкое значение глюкозы крови 2 и 2. Причем это все время в одно и то же время у него случалось. Да, то есть это говорит о том, что глюкометр это выявил и, естественно, надо корректировать инсулинотерапию, которую этот пациент получает. Следующий слайд. Ну и можно увидеть все средние значения. Вот это, да, мой пациент. Опять вы видите, что у него очень хорошая цифра. Следующий слайд. Можно посмотреть цифра просто в течение дня. Следующий слайд. И даже распечатать специальную табличку, которая позволяет врачу одним взглядом оценить, какие у него цифра. Ну и, пожалуй, одним из преимуществ, следующий слайд, этого глюкометра является еще и дистанционное наблюдение. Вот эти все данные я мог наблюдать у пациента дистанционно, в том числе, когда он находился в стационаре по поводу ковид-инфекции. То есть я видел все его цифра, и мы общались, да, позволяя вот так вот быстро посмотреть и скорректировать уровень ковид-инфекции. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, да, я вам отвечу. Вопрос из чата. Да, спрашивает, почему инсулин сверхдлительного действия, деглутек, не рекомендуется? Почему не рекомендуется инсулин деглутек? Именно потому, что он сверхдлительного действия, и скорректировать текущие уровни глюкозы крови, особенно на глюкокортикоидах, бывает достаточно сложно. Поэтому чем короче действие инсулина, тем быстрее можно скорректировать текущий уровень глюкозы крови. Уважаемые коллеги, вопросов больше нет. Спасибо вам, что вы участвовали в работе нашей секции. Спасибо вам за внимание, за вопросы. Мы надеемся, что в будущем мы также будем с вами встречаться. Спасибо, всего доброго.